Бросилона Восток 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 который раскрутил в центре поля двух игроков, выдал пас один на один. Ну и потом, конечно, индивидуальная ошибка, и, в принципе, игра уже закончилась. Вот именно вот этот отрезок 10-минутный, которого мы ждали весь матч, да, и мы не использовали. Поэтому если бы использовали те моменты в этот промежуток времени, то игра могла сожиться по-другому. Ну а так, заслуженная победа, я считаю, здесь эта команда самая сильная на Лиге Бро. Иметь в составе шесть профессионалов, пять игроков со второй лиги, одного с первых. Ну, конечно, с ними тяжело бороться в атакующей игре и в футбол играть, даже если бы я хотел. А это момент у Востока тем временем, и счет 1-1 становится. И счет 1-1, а втором забитого мяча становится Никита Гречников. Вот я говорю, контратака, контратака опасная, может пройти у Востока, она прошла. Ну и Никита Гречников блеснул здесь индивидуальным мастерством. Смотрим, во-первых, вот Трубина. Мяч в сторону Жданова, Жданов головой выиграл, не успел к этому мячу Бугаев. Вот посмотрите, как из Бабешко и Бабешко. Алексей Андреевич, почему в первом тайме не получалось взломать оборону Востока? Ну, первый гол во втором тайме получился только практически со стандартного положения. Ну, я повторюсь, команда «Восток» неплохо действует в обороне. Очень дисциплинированно играла. Поэтому мы не могли индивидуально обыграть на своих позициях. Вот, только за счет этого. Потом, когда стали, добавили маленькой скорости и индивидуально начали обыгрывать, входить в зоны. То есть, все пошло. Вот, поэтому такой комментарий. Алексей Андреевич, первый круг закончен. Ваша команда в лидирующей группе. Впереди турнир на таблице. Какую оценку, скажете, по команде по итогам первого круга? Плюсы и минусы? Да, ну, тут только плюсы, минусов я вообще не вижу. То есть, все ребята мотивированы. То есть, выходят на каждую игру желанием, с удовольствием. То есть, это самое главное. Не как касаемо молодых ребят, так и касаемо ребят, которые уже мастеровитые. Мастеровитые. То есть, все-все хорошо. Друзья, мы в перерыве матча. Бросил он на Восток. Рядом со мной нападающий команда Восток. Никита Гречников. Никит, привет. Забили гол, сравняли счет. Расскажи, какие у тебя эмоции после первого тайма? Ну, хорошо, что сравняли. Игра очень тяжелая. Больше от обороны играем. Свои моменты ловим. Не знаю, что в втором тайме. Поговорим с тренером, посмотрим. Может, изменим тактику немного. Что изменил Восток в своей игре? Что, возможно, такое, что отбираете очки у лидеров. В прошлом туре обыграли «Снежный барс». Сейчас очень хорошую игру показываете против «Брусселона». Расскажи нам, может, какой-то секрет появился у вас? Да, никакого секрета нет. Просто начали ужасно. Первые три игры очки не набирали. Пора просыпаться уже. В зоне вылета нужно набирать очки. Не важно, с кем играем. Команда плюс-минус все равная. Сейчас последняя игра в этом году. Что ты можешь пожелать болельщикам, которые сейчас и в трансляции смотрят, и на трибунах в новом 2023 году? Ну, во-первых, приятно. Спасибо им, что поддерживают, ходят. Я очень благодарен. Ну, всего самого наилучшего, здоровья, чтобы так же ходили с трейлер-футбол. Все. Удачи во втором тайме. Со мной был игрок команды «Восток» Никита Гречников. Рядом со мной теперь защитник «Брусселоны» Никита Бабич. Никита, привет. Первый вопрос. Против кого труднее обороняться? Против Гречникова и Жданова или против Промеса и Пеняева? Да, я думаю, что против Промеса и Пеняева сложнее обороняться. Как бы сами себе подвезли гол. Сейчас, думаю, в раздевалке разберем, исправим. И во второй тайм выйдем и сделаем результат. Лично сейчас ты был на поле. Чего не хватает сейчас в Барселоне? Что нужно улучшить во втором тайме, чтобы все-таки выйти вперед? Да я считаю, что не хватает концентрации, настроя. Вышли расслабленно. Вроде с первых минут начали, забили и потом что-то расслабились. Я думаю, что все из-за расслабленности. Сейчас у Барселона и, в принципе, заключительная игра в Лиге Бро в этом году. Доволен ли ты лично результатами команды на экваторе группового этапа? Да, полностью довольны до этой игры. Сейчас пока чуть-чуть не складывается, я думаю, исправим. А так, в принципе, да. Закономерно первое место у нас. Сейчас сегодня выиграем и закрепимся. И чтобы уже во второй круг выйти более спокойно. Но главное не сглазить. Удача во втором тайме. Передача от Родичева. Житников с правого фланга уходит от Толстопятого. И подача прошла. Назарецкий скидка. Красиво. Удар по воротам. Тут мешают друг другу игроки. Уже востока. И в итоге и Барселоны заодно. Егор Щеблыкин забивает гол. 2-1. Барселона выходит все-таки вперед. Уже, что называется, заковыряли они этот мяч в ворота Антона Трубина. Иван Евгеньевич, сейчас перерыв в чемпионате. Открывается трансферное окно в Лиге БРО. Будут ли изменения в составе вашей команды? Да, изменения, наверное, может быть и будут. Да, у меня игроки молодежного состава, молодежки. Посмотрим, если Костя кого-то захочет забрать по Грибану, то я не буду препятствовать. Поэтому они должны с молодежкой тренироваться и играть. Если будут нужны ему. Ну, а так, наверное, добавится Тарасов Алексей. Кто из старших. А так молодежь. Посмотрим, может быть, кого-то еще заявим из молодых игроков. Может быть, игроков из Дюштемпа 2006 года. Посмотрим. Ну, в принципе, это молодежная Лига БРО. Здесь надо давать шанс игрокам 17, 16, 18-летним, чтобы хотя бы 5 человек играло. Но тогда результата не будет. Если все бы так играли, то, конечно, уровень молодежи бы рос намного быстрее, чем сейчас. Потому что, сидя на замене и по 5 минут, выходя на поле, они, конечно, не прибавят. Спасибо, Иван Евгеньевич. Удачи вам во втором круге. Жданов. Разбег. Удар хороший. Отбивает этот мяч Артем Бугаев. Хороший удар от Константина Жданова. Сейчас был. Достаточно неплохой. А Бруселона летит на всех парах в атаку. Раздорских. Перевод налево. Здесь Максимов. Ну и потеря мяча от Михаила. Контратака уже от Востока. Родичев бежит вперед. Бугаев опередил его на секунду. Выронил мяч. Родичев кому сделать передачу? Делает ее в сторону у Вяткина. Вот там два игрока Бруселоны кинулись под этот мяч. Ну вот работал. Обороне Ярослав Вяткин. Здорово. Обокрал он же не кого-нибудь, а Ивана Житникова. Родичев тем временем показывает качели Максимова. Удар по воротам. Рикошет. И... Ой-ой-ой. Знаете, так Бруселона-то уверенно после углового пошла. Удар Родичева. Бугаев снова отбивает этот мяч. Выхода нет у Антона Трубина. Только туда вперед грузить. Вяткин выиграл единоборство. Гречников на него. Вяткин. Удар по воротам. И снова Бугаев. Молодец. Еще удар. И опять Бугаев. Здорово. Гречников. И вот здесь уже... Ну, пока в нашем матче, я вам скажу, дорогие друзья, абсолютно ничего не решено. И я вам так скажу, даже после второго пропущенного мяча Восток-то поинтереснее в атаке смотрится, нежели Бруселона. Достаточно моментов было. И у команды, конечно, Алексея Сорочкина, Зарецкий. Тем временем это пенальти. Неужели снова Зарецкий заработал? Красивая пятка? Нет. Это Раздорский. Ну, там, честно говоря, ну, не было такого касания на пенальти. Я вам скажу, ну, не было такого касания. Поэтому здесь я, честно говоря, возможно, и под сомнение подставлю. Это одиннадцатиметровый удар, но он в любом случае назначен. Зарецкий его исполняет. Разбег, удар и разводит по углам Трубина и мяч. 3-1. Бруселона увеличивает счет в игре. Ну, вот, когда, казалось бы, Восток может сравнять счет, Бруселона забивает третий гол. Но, еще раз повторюсь, Вар, главный арбитр матча, не стал брать. Но, все-таки, мне кажется, это не стопроцентный пенальти. Ну, здесь на третий пропущенный мяч Иван Старков. В атаке его команда. Вяткин в штрафной. Вяткин убирает под правую, под левую. Удар. Это прострел. И это 3-2. И это 3-2. Нет положения вне игры. Никита Гречников забивает свой второй мяч в этой игре. Вот это да. Ну, Вяткин здесь, конечно, здорово все сделал. Ярослав, ну, я так понимаю, бил по воротам. Но вышла голевая передача. А проспал-то Гречникова Сергей Плудин. Ну, активно. Активно, конечно, у Востока вышел на замену Ярослав Вяткин. Тем временем Бруселона в атаке. Удар. И Михаил Максимов делает счет 4-2. Да, ну, Градов голов во втором тайме. Самое интересное, что третий матч в этом туре. Третий матч в этом туре. Счет 4-2. В чемпионате. И с левой ноги в дальний угол ворот Антона Трубина. Посылает этот мяч. 17-й номер Бруселоны. Да, но Трубин здесь уже ничем помочь не смог. Бондаренко с Родичевым тоже не могли заблокировать этот удар. А тем временем Бруселона еще один гол забивает. И это делает Данил Зарецкий. Вот это у нас пошел голевой шторм просто. Восьмой мяч Данила Зарецкого в чемпионате. Смотрим и повтор. Да, оборона здесь, конечно, подпровалилась у Востока. Зарецкий опередил Медведева. Вот эти моменты использовать, когда начала проваливаться оборона Востока. Зарецкий тем временем подключает Максимова. Прострел. Удар Хугаева. Трубин тащит этот удар. Браво, Антон. Раздорский. Там по ногам, по-моему, получил Никита Раздорский. Но в итоге Корабельников вырвал все-таки этот мяч. Ой, как красиво исполнил Гречников. Ушел от бока. Гречников бежит вперед. Там его догоняет Бабич. А для Бабича это вторая желтая карточка, кстати. Ну и, собственно говоря, это значит, что у нас в пятом туре только произошло первое удаление в чемпионате. Вот это да. Яркин пытался доказать судье, что нарушал Медведев на нем правила. Но Максим Юрьевичко был рядом. Он все видел и показал, что можно продолжать играть. Родичек. Какая передача. Хорошая на Кузькина. Прострел. Я бы не сказал, что Бразилуна в меньшинстве играет. Пальму. Ошибся Ян. Гречников обокрал его. Пальму. Передача. Вяткин. Удар. В итоге мяч рикошетом попадает в Бугаеву. И точная передача. У Сергея вышла на Максимова. Максимов на Бричеева. Зарецкий просит эту передачу. Бричеев в итоге на Куляхтина. Но это не передача. Было такое ощущение, как будто ударил своего партнера по команде. Ну и все. Максим Иричко дает финальный свисток. 5-2. Бразилуна обыгрывает Восток. Интереснейшую игру мы с вами смотрели. Конечно, интрига сохранялась. Большую часть матча. Но, тем не менее, четвертая победа для Бразилуны в этом чемпионате. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова